МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ Поддержка молодых специалистов, брендовые праздники наших районов и благотворительная акция профсоюзы детям. Это программа «Днями». Я Кристина Кранкевич. Здравствуйте. Качественное образование – сильное государство. Под таким девизом прошел Республиканский педагогический совет с участием президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства озвучил основные требования к системе образования и назвал главные стратегические задачи на ближайшее время. Президент убежден, что без престижа, без подъема авторитета учителя, невозможно говорить об эффективности образования. Большое внимание по-прежнему будет уделяться укреплению материально-технической базы учреждений образования всех уровней. А воспитательная составляющая будет только усиливаться. Социологические опросы, которые провела Национальная академия наук, показывают, что более 73% респондентов положительно оценивают работу школы, и администрация президента Беларуси фиксирует значительное снижение обращений граждан по вопросам образования. Мы реформировали образование много лет подряд. Потеряли уже счет реформы, запутали людей. Существенных изменений, как я уже и обещал, в системе образования больше не будет. Мы не можем каждый год окунать педагогическую общественность, власть самих себя в реформирование, реформирование, переналадку, слом и строительство нового в системе образования. Не будем делать, потому что уже немало сделано. Надо остановиться, поработать, сделать соответствующие выводы на том, что мы с вами создали. Там, где нужна будет дошлифовка, мы это сделаем. Дошлифовка всегда нужна будет. Все узкие места мы видим, прежде чем прийти на педсовет. Я изучил огромные массивы информации, начиная от обращений граждан, данных социологических исследований, заканчивая аналитическими материалами, контролирующих органов. Как подчеркнул Александр Лукашенко, государство вкладывало и продолжит вкладывать средства в сферу образования. Сфера образования – это государство, образующая отрасль. Да, она требует серьезных вложений, и мы вкладываем, и будем вкладывать в нее средства. Если сегодня не будет образованной, воспитанной в своей стране молодежи, завтра не будет и страны. За последние три года мы направили на развитие системы образования почти 30 миллиардов рублей. Построены и капитально отремонтированы 73 учреждения образования, еще 9 возведут до конца года. Как мне докладывают, охват дошкольным образованием у нас практически стопроцентный. Там, где нет школы или детского сада, организован подвоз. В этих целях значительно обновлен автопарк. Только с 2022 года в школы поставлено около 700 автобусов. И многое сделано для укрепления материально-технической базы учреждений образования. Даже несмотря на санкции. Сегодня буквально все школы в стране имеют технические возможности для доступа к любым информационным образовательным ресурсам. Я уже не говорю о вузах и колледжах. Практика использования дистанционных форм обучения будет расширяться настолько, насколько это нужно. И под контролем государства. Нашим с вами контролем. Хороший показатель высокого качества белорусского образования – результат школьников на международных олимпиадах. За последние три года они завоевали более 200 медалей. А престиж белорусских вузов подтверждается ежегодным ростом количества иностранных студентов. Сегодня это более 30 тысяч человек, более чем из сотни стран. Таким образом, национально-образовательная модель соответствует не только современным, но и перспективным потребностям общества и государства. И, как отметил министр образования Андрей Иванец, это результат перезагрузки, своеобразный старт которой был дан в августе 2021 года на Республиканском педагогическом совете. При всех донастройках и инновациях неизменным остается базовый подход к белорусской системе образования. Это непременно равный доступ к получению образования. Это святое. От Могилевской области в Республиканском педагогическом совете приняли участие 250 представителей учреждений образования. И теперь они делятся в своих коллективах впечатлениями от встречи и основными идеями, прозвучавшими на совете. Приятно отметить то, что статус нашего педагога будет и в дальнейшем повышаться. Будет строиться жилье для наших педагогов, что очень важно, если мы хотим закрепить молодых специалистов. Конечно же, приятно отметить, что будет повышаться заработная плата. Так как мы профсоюз, мы всегда смотрим, чтобы повышалось благосостояние нашего члена профсоюза. Хочется сказать о том, что большое внимание будет уделяться и воспитанию. Потому что мы должны воспитывать патриота своей страны. Он очень четко обозначил для нас такие главные ориентиры для ВУЗа, по которым нужно работать. Это работа с заказчиками кадров, это работа с одаренными детьми. Это в целом роль регионального ВУЗа в системе образования. Это не какие-то абстрактные направления, которые бы мы не знали. Но это все то, над чем мы работаем и что мы, конечно же, будем продолжать усиливать делать. Очень вдохновили его речи про поднятие зарплат. Во-первых, потому что нам, как молодым специалистам, нужно думать о будущем. Нужно думать о семье, о создании какого-то своего очага. И то, что зарплата будет в скором времени приравнена к общегосударственной, очень впечатляет. И очень мотивирует развиваться и не останавливаться. И не бросать эту профессию, что очень важно. Мне, как работнику системы образования, готовящих кадры с точки зрения профессиональных кадров для предприятий, очень было важно, что там был обсужден вопрос развития системы образования. И то, что президент и министр образования в очередной раз подчеркнули, что данное направление очень важно для страны. Что данное направление должно развиваться. И это очень серьезный посыл. Были определены направления, в котором это и продолжение создания ресурсных центров, это создание новых специальностей. Это очень важно. И я думаю, что помимо системы образования, в том числе и заказчики кадров тоже, соответственно, данную позицию воспринимают очень положительно. Направления такие заданы, что мы должны совместно проводить раннюю профориентационную работу для того, чтобы привлекать ребят еще там, начиная с 10 класса, с 11, чтобы они понимали, что нужно двигаться вот именно в эту сторону. А также, что очень приятно для нас, как для технического вуза, было поднято, в общем-то, такой вопрос был поднят, как престиж инженерных специальностей. Когда выступает глава государства, заряжаешься такой энергией, таким патриотизмом, духом, хочется работать, творить. Конечно, вынес то, что еще раз было подчеркнуто, что учитель, педагог – это то, что является всех начало начал. Поэтому главой государства было отмечено, что все начинается с учителя. Будет учить учитель, будет и врач, будет и инженер, все будет. Более 500 выпускников учреждений средне-специального и высшего образования прибыли в сферу здравоохранения области в этом году. Закреплению молодых специалистов на первом рабочем месте во всех сферах придается большое внимание. Для этого важны не только достойные условия труда, но и обустройство быта, условия отдыха. Обеспечить это призвано не только руководители трудовых коллективов. Прижиться в новом коллективе молодежи помогают более опытные коллеги и профсоюз. Лика пришла в климическую центральную районную больницу по распределению год назад. Она работает врачом-рентгенологом и уже успела оценить весь объем нагрузки и ответственности, которая ложится на специалистов. Заведующее отделение ушло в отпуск и так получилось, что я стала исполняющей обязанности именно заведующей. Очень помогали первое время лаборанты, их у меня много и они все с опытом. Каждого молодого специалиста в климической центральной районной больнице поддерживает опытный наставник. Это помогает привыкнуть к новым условиям и наладить отношения с командой. Конечно, большие помощники для врачей – это медсестры с большим опытом. Мы стараемся, чтобы, когда приходит врач, например, работать на участок, чтобы медицинская сестра у него не была вчерашняя выпускница, которая не знает объема работы. А так, конечно, большое подспорье для врача, что у него постоянно с ним на приеме человек, который работу знает. Это тоже важно. В 2024 году в организации Климовического района пришло 94 молодых специалиста со среднеспециальным и высшим образованием. На встрече с помощником президента инспектором по Могилевской области Леонидом Мартынюком работники учреждения здравоохранения обсуждали важные темы. Например, отметили, что место в общежитии или арендное жилье Климовический райисполком выделяет всем молодым специалистам, которые в этом нуждаются. Постоянно идет мониторинг. Именно не то, что попадание на первое рабочее место и создание условий именно там. А молодого специалиста нужно вести с камьи, когда он вышел и получил диплом, и до определенного возраста, покуда он действительно не креп, не стал на ноги и не стал хорошим и классным специалистом. В Могилевскую областную детскую больницу в этом году пришло 43 новых работника. Половина из них интерны, 10 медсестер и 11 врачей. Кристина Дрозд, детский акушер-гинеколог, говорит, что с первого дня почувствовала себя здесь, как в команде, и сразу волнение пропало. Начиная от главного врача, заканчивая различными подразделениями административными, как отдел кадров, заканчивая правкомом, заведующим поликлиники, младшим медицинским персоналом, все просто оказывают помощь где-то в знакомстве с больницей, в знакомстве с коллективом, какие-то правовые медицинские аспекты. Было очень приятно, когда мы пришли и предложила больнице свою помощь в качестве жилья. Детский хирург Анна Александрова проходила в больнице интернатуру. Для нее было приятным сюрпризом, что за ней сохранили место в ведомственном общежитии. Жилье мне предоставлено больницей. Это общежитие Могилевской областной больницы, где у меня есть комната своя. Я там жила и в прошлом году, и в этом году эта комната за мной осталась. В отделении тоже все хорошо, за нами все присматривают, следят, помогают по возможности, обучают, направляют. Профсоюзный комитет детской больницы поддерживает молодых специалистов, чтобы их адаптация на новом рабочем месте прошла быстро и успешно. Вообще, работа с молодежью – это одно из приоритетных направлений деятельности профсоюзов. Мы очень заинтересованы, чтобы наши молодые специалисты, которые пришли в коллектив на свое первое рабочее место, не разочаровались в профессии. У нас все молодые специалисты находятся на особом контроле, потому что работа с молодыми специалистами в профсоюзах и дается приоритетное направление, чтобы они остались, закрепились, получили необходимый опыт, стажировку. Отдельным нашим постановлением по профсоюзу за каждым из молодых специалистов закрепляется опытный наставник. Кроме того, каждому молодому специалисту выдают брошюру, разработанную Ведомственным профсоюзом. Дни методические рекомендации и документы по законодательной базе, а также номера телефонов областных республиканских профсоюзных структур, чтобы знать, куда обратиться с проблемой или за советом. Белоничи, как известно, культурная столица Беларуси 2021. Мы с удовольствием рассказываем про культурные мероприятия, которые проходят в райцентре. Но сельские традиции, ремесла и праздники – это тоже часть культуры Белоничского района. Наша съемочная группа побывала в агрогородке Светиловичи, где в сельском центре культуры готовятся к проведению своего брендового праздника. В сентябре здесь состоится праздник Рогача. Добрый день, меня зовут Масенкова Екатерина, я являюсь заведующим Светиловичским сельским центром культуры. И мы хотим представить вашему вниманию элемент праздника – свято Рогача. Этот танец специально придумали и поставили в вокально-хореографической студии «Микс» к празднику Рогача. В Светиловичах сельский центр культуры уже три года проводит этот праздник. Рогач или ухват и печь занимали большое место в быту и хозяйстве крестьян. Печь кормила и согревала, а Рогач позволял ловко управляться с чугунками. Но эти девушки только танцуют с Рогачом. И видели они Рогач только в руках своих мам, бабушек и прабабушек. Но танец классный. Исполняют молодые сельчанки танец с Рогачами с настроением. Это, скорее всего, память о прошлом, что уже в наше время они уже не понадобятся молодежи, потому что, ну, как бы странновато было. Но танцевать хорошо. Но танцевать хорошо. В Светиловичском центре культуры есть уголок народного быта Спадшина. Здесь и печи, и ухваты, и чапила, и много интересных экспонатов из фольклорных экспедиций. Вот такое вот нехитрое приспособление, которым пользовались наши предки, когда ставили свои большие чугуны в печь. Они их закатывали. Это приспособление называется каток. Сейчас я вам продемонстрирую, как это было. Брался чугун. Но они были большие, потому что поварили на хозяйство. И закатывался вот таким образом. И так было намного легче и проще. В старые времена не было газовых плит и посудомоечных машин. Но, кажется, традиционная белорусская культура полна неожиданных придумок. Стоит только поинтересоваться. Хорошо, что такие есть элементы, которые могут продемонстрировать молодежи, детям, память о нашей культуре, о нашем быте, быте наших родителей и бабушек, дедушек. Если нужно увидеть, как старинное ремесло и традиции интегрируются в современную культуру, нам в соседнюю с музеем дверь, где работают мастерицы Светиловичского дома ремесел. Алла Куничникова занимается кружевовязанием с самого детства. Училась у мамы и называет свою работу призванием. Мастерица создает венок, которым немало составляющих. От растений до ягод – кропотливая работа. Но в итоге должно получиться произведение традиционного искусства. Все это идет от наших предков. И мы должны как-то ценить и помнить это все, и нести народ, чтобы молодежь наша об этом не забывала. Ирина Титовцова трудится над большим купальским венком, где русалка расположилась в ветвях папоротника. Это смешанное искусство – традиционное лоскутное шитье, но уже с использованием современных техник и материалов. Плохо, когда традиционное искусство становится музейной какой-то редкостью. Или там вот только пришли в музей, посмотрели, оно там лежит пылью, покрывается. Наши предки, вот и вышитые рушники эти, ну все, что вы тут у нас видите, собственно говоря, это все были вещи утилитарными. Утилитарные вещи, которые использовали в быту. Полотенцами утирались, использовали их в обрядах, там лоскутным одеялом укрывались. Наши предки пользовались быту рушниками, посудой и всеми этими выставочными вещами. Но чтобы сохранить традиционное ремесло, они должны быть нужны людям повседневной жизни. Должно придаваться какое-то современное звучание вот этим всем народным традиционным вещам. И так, чтобы оно действительно шло в народ, чтобы это можно было использовать в нашей современной жизни. Как же можно популяризировать традиционную культуру? Например, как Дарья Гнуленко вышит на рукавах своего платья старинный символ жизни. Или соткать самой пояс и носить его. Дарья с детства интересовалась старинными ремеслами, а когда в университете ей показали, как плести пояса, говорит, не могла оторваться. На открытии были культурные столицы. К нам подходили, спрашивали, а что это, а как это делается. Естественно, это хочется передать, хочется показать и рассказать. Это вот только за радость. Когда приходят и сразу такой вскакиваешь, и начинаешь, начинаешь, начинаешь рассказывать. А вот это вот мы так делаем. А вот это к нам приезжайте, показывайте. Для нас это просто радость. Культурная столица – это гордость, престиж и высокий статус. И он поможет мастерицам из Белыничей показать свое искусство многим людям. Пригласить на брендовые праздники агрогородков, гостей со всего региона. Это сегодня возможность презентовать наши самобытные, опять же, оригинальные какие-то особенности. Ну и, конечно, нам очень неприятно, что сегодня статус культурной столицы позволяет привлечь внимание, широкое внимание общественности и иностранных туристов, надеемся. Мы готовы этим встречам добро пожаловать к нам в культурную столицу. Республиканская акция «Культурная столица Беларуси» в Белыничах продолжается. Могилевщина традиционно присоединилась к республиканской благотворительной акции «Профсоюзы детям». Благодаря ей многодетным, неполным, малообеспеченным семьям приходит дополнительная помощь в подготовке к новому учебному году. Первичные профсоюзные организации, отраслевые профсоюзы, а также наниматели завершают выплаты материальной помощи родителям школьников. На эти цели уже направлено более 1 миллиона 660 тысяч рублей. Материальная помощь выплачена почти 9 тысячам членов профсоюза. И, как отметили в Могилевском областном объединении профсоюзов, это цифры не окончательные. Ряд организаций, предприятий, их первичные профсоюзные организации продолжают выплаты. Накануне нового учебного года участники акции «Профсоюзы детям» приехали в гости к ребятишкам больным онкологией с подарками. Нужные для отделения вещи сладкие подарки, игрушки. Чтобы поддержать маленьких пациентов, благотворители приезжают несколько раз в год. Ведь для этих детей и их родителей важна любая возможность ощущения праздника. Важны моменты радости, которые дарят им силу на борьбу дальнейшую. Переживать, переносить все эти испытания, все эти болезни. Такой непростой путь проходить. Я всем детям желаю счастья, здоровья, чтобы тут не бывали больше, чтобы все быстрее выздоравливали. Маленькой помощи не бывает, уверена Олеся Кранкевич. В свое время она узнала про идею коробки храбрости. Такая есть в отделении онкологии и гематологии областной детской больницы. Добрые люди наполняют коробку игрушками, канцелярскими, принадлежностями, вкусняшками. А маленькие пациенты после болезненных процедур могут выбрать себе награду за храбрость. Я очень благодарна, что большое количество наших организаций, не только госорганов, но и предприятий города, благодаря соцсетям, благодаря нашему общению присоединились к нам. И сегодня эта маленькая инициатива, которая начиналась одним трудовым коллективом, уже переросла в нечто большее. Очень много людей помогает, оказывает эту помощь детскому онкологическому отделению. И, безусловно, маленькой помощи не бывает. Мы будем рады, если все неравнодушны присоединятся к нам. Некоторые дети вынуждены находиться в этом отделении до восьми месяцев, поэтому так важно, чтобы у этих ребятишек тоже было ощущение праздника. Подарки поднимают настроение, что, в свою очередь, помогает выздоровлению. Мы привезли подарки. В первую очередь мы привезли рюкзаки тем деткам-первоклассникам, которые, к сожалению, сегодня не смогли попасть на школьную линейку. В рюкзаках, конечно же, есть все необходимое для того, чтобы поучиться можно было, и для того, чтобы можно было и поиграть. Конечно же, мы хотим, чтобы деткам было комфортно в стенах больницы. Мы привезли электрические сушилки для рук, мы привезли коврики специально антисептические. Это то, что надо сейчас отделению. Частью акции «Профсоюзы детям» стало и мероприятие первичной профсоюзной организации предприятия «Могилев Лифтмаш». Промышленный гигант пригласил в гости первоклашек. В этом году на заводе 160 семей, в которых дети идут первый раз в первый класс. Экскурсия по флагману лифтового машиностроения начинается с открытой площадки. И всех впечатляют ее масштабы. Здесь открытая и закрытая роторные парковки и самая известная в городе промышленная башня, где тестируют лифты. И вот каски, как элемент безопасности, и в цех. «Могилев Лифтмаш», ведущий производитель лифтового оборудования в Восточной Европе, производит около 180 моделей лифтов. Все интересно – огромные помещения, техника, сборка лифтов. Малыши смотрят во все глаза. В этом и была идея – рассказать и показать детям, какую важную работу делают на предприятии их родители. Ребенок постоянно спрашивал, узнавал, как папа. Папа, где ты работаешь? Изготавливаю лифты. Изготавливаю лифты. А как же он изготавливается? Вот сегодня нам дана такая очень интересная экскурсия. Мы очень довольны. Ребенку понравилось. И он посмотрел, насладился, увидел само сердце предприятия, как все-таки зарождается лифт. Как тебе зовут? Очень интересно было узнать, как происходит вообще весь процесс от начала и до конца по изготовлению лифтов. Ну, одно дело слушать, а другое дело увидеть. Да, увидеть собственными глазами всем. Ага, что тебе понравилось? Лифты. Выставочный центр – еще одна точка экскурсионного маршрута с обязательным эффектным фото у кабин лифтов. Подготовили для первоклассников и развлекательное шоу. На этом и строится вся традиция Могилев-Лифтмаш, его сила. И тех успехов, которые он достигает, это благодаря тому, что здесь очень много семей, ну, традиций, династий. Я сам из такой династии, поэтому горжусь этим. И хочу, чтобы дети моих друзей, которые идут сегодня в первый класс, через 15-20 лет пришли на этот завод и работали на нем. И чтобы учиться было интересно, для каждого первоклассника от первички завода канцелярский набор. На Могилевщине – виноградный год. Виноградарей из разных районов области презентуют свой весомый урожай. У нас нет, конечно, промышленных виноградных плантаций, но большие любители винограда на своих частных сотках выращивают обычно по несколько десятков сортов. Оказывается, виноград в наших широтах вырастает и красивым, и вкусным. И, к счастью, не только виноград. Ну, кто-то ловит рыбу, кто-то играет в футбол. Ну, вот тут зацепило и зацепило. После переезда из города в деревню Тишовка Могилевского района Александр Арбузов, вопреки своей фамилии, занялся виноградом. Сначала посадил три кустика вместо забора, а теперь дело дошло до небольшого виноградника, где три десятка сортов. Самый любимый – Аркадия. Вот такая килограмма полтора. Ну, если побольше, по два с половиной будет. Выращивание культурного винограда началось еще до нашей эры, приблизительно 6-8 тысяч лет назад. Самые древние сорта винограда, по мнению ученых, происходят с территории современной Грузии. Сегодня больше всего винограда выращивается в Китае, Испании и Италии. У нас раньше виноград обычно растили в южных областях Гомельской и Брестской, но сегодня эта культура хорошо растет и плодоносит даже на севере страны. С полгода хорошо в этом году. Так, весна, конечно, тяжеловатая была, но все получилось, скажем так. Как же это случилось? Работа селекционеров, изменение климата и, конечно, опыт самих белорусских виноградарей. Главное хотеть, главное понимать, для чего это надо, ну, а все остальное придет. А вам для чего? А мне для души. Обычно выращиванием винограда занимаются мужчины. Они обладают достаточной силой воли и упорством, чтобы вырастить южную культуру в наших широтах. Конечно, это непросто. В июне этого года наша съемочная группа в деревне Бояры Бобруйского района познакомилась с виноградарем Анатолием Рулевским. Тогда виноград был похож на рисинки, ну или, в крайнем случае, на горошинки. Прошло всего два месяца, и мы смогли оценить урожай. Три виноградных грозди больше трех килограммов. Вот это да. Вот оно доказательство, что в Беларуси можно выращивать виноград. Конечно, сегодня он растет на частных сотках и на делах, но можно сказать, что в Беларуси в целом выращивают виноград уже почти в промышленных масштабах. Суммарно под виноградной плантацией занято 70 гектаров земли, на которых растет более тысячи сортов виноградов. У Анатолия 55 сортов, и все очень красивые и очень вкусные. Ягоды хорошо продаются. С ними никогда проблем нет с реализацией. Ход на рынке, ход где, станешь сразу. Если алвику предложишь. Они говорят, это сливы. Вот так. Но вместе с все-таки экзотическими для наших широт виноградом и даже арбузами на грядке, Анатолий и его семья не забывают о традиционных овощах и фруктах. И в этом году хозяин доволен урожаем яблок и груш, хотя после весенних заморозков казалось, что плодов на этих яблонях не будет. Но... Зацвели, они цвели хорошо. Я даже удивился, когда они цвели, и подумал, что будет хороший урожай. И он и есть? Так и есть. Выходит 2024 яблочный год? Ну, в моем саду да. И виноград, и арбузы, конечно, хороши. Но ничто не заменит белорусу хорошее яблоко. И в Бобруйском районе радуется урожаю в личных подсобных хозяйствах. Потому что это не только витамины для семьи, но и доход от продажи. Сельсовет таким хозяевам готов дать справки для торговли. Есть такие граждане, которые реализовывают, которым есть чем похвастаться. И яблоками, и виноградом, и малиной, и помидорами, и огурцами, и картофелем. Как вы на это смотрите, как председатель сельсовета? Ну, меня это радует. Это для граждан, это дополнительный заработок. Для пенсионеров тоже определенный доход. Для многодетных это тоже очень прекрасно. Это и привлечение молодежи к трудовой деятельности. Это хорошее подспорье в семье. На Могилевщине самое урожайное время. Не только на полях сельхозпредприятий, но и на сотках частников. А хозяева наши научились выращивать все. От дивного винограда до прекрасных яблок. И напоследок о театре. Этими днями стартует новый театральный сезон. В Могилевском театре «Кукол» он откроется 1 сентября. В программе открытие полюбившиеся спектакли «Гуси у бабуси» и «Волшебная кисть». Организаторы обещают и для детишек, и для взрослых увлекательное путешествие в мир театра «Кукол» при каждом его посещении. 137 сезон в Могилевском областном драматическом театре откроется 5 сентября. Ярким и знаменательным событием. Честованием ведущих мастеров сцены Галины Угначевой и Василия Галеца. На легендарной Могилевской сцене они сыграли множество ярких и незабываемых ролей. А первая история в этой творческой коллаборации длиною в жизнь спектакль «Сос» в далеком 1985 году. В театре всегда рады своим любимым зрителям. Приходите в театр за искренними эмоциями и новыми впечатлениями. И берегите себя. Программа днями. До встречи в эфире.